Газета нашей партии, да, есть у нас еще газета нашей партийной организации. Да, зачем вы под нее подписи собираете? Адреса, фамилии? Мы под нее, мы подписываем на нашу газету. Так вы приносите ее в ящики бесплатно. Она у нас будет распространяться через Укрпочту. То есть, соответственно, для того, чтобы она распространялась через Укрпочту, мы делаем подписку на нее и передаем данные в Укрпочту, для того, чтобы они раз там в две недели поступали люди... Никак не может, даже новая, казалось бы, партия, наш край, могла уже какие-то новые формы. Нет, вы все равно, вот эту коррупционную складовую, собий коридорчик вы малевываете, адресы, вот им вот это все... Да, я тоже считаю, что это не совсем законно, это неправильно. И в том виде, и в том виде, в котором правильно собирать эту информацию вы не имеете права. Мы, это мы идем через Укрпочту, Укрпочта у нас будет распространять газету. Укрпочта у нас будет распространять газету, и мы предлагаем вам на нее подписаться, на газету. У нас будет публиковаться постоянно актуальная информация. Ладно, хорошо. А вы в Громадскую Раду перед Дніпровской администрацией входите? Мы же, нам всего лишь полтора года, и пока в Дніпровском районе у нас общество... Как зайдете, так взагалі люди відхрестятся від вас, відмовляться. А когда партия была зарегистрирована? Наш партия. Нет, нельзя зарегистрировать сейчас, 2014 года, нельзя зарегистрировать ни одну партию. Вы знаете об этом? Почему это нельзя? А потому что мы еще не признали, что Крым не наш, и у нас еще не подконтрольный домец. Для того, чтобы зарегистрировать хоть в одном регионе, не имеет значения в каком регионе, политическую партию, надо подавать на нее, на регистрацию документы, и все регионы, все люди должны подписать. В каждом одну партию регистрируйте в Киеве, но у вас должны быть представники в каждом регионе всей Украины. И на сегодняшний момент регистрация политических партий остановлена. У нас все возможно. 75%. 75%. То есть Крым и Крым это минус 70% Украина? Нет, я имею в виду. То есть согласно закону Украины, когда регистрируется партия, то 3 четвертых должно быть. 3 четвертых. А 0,75% областей Украины повинны будут овсоренки. Соответственно, областные организации должны быть 0,75%. У вас была другая трансформация из другой организации. Ну, историю создания. У вас так легко это произошло. Если бы в вопрос согласно закону, вас бы не навесиливали. Как вы можете идти на выборы, когда не обликовано у нас майно? Когда нет, что приближать. Зачем вы идете? Вот скажите, пожалуйста. Мы сейчас не идем. Я не хочу. Не, ну вы шли. Вы уже сказали, что вы принимали участь в выборах. Уже после Майдана люди разобрались, что политические партии – это злочин. Безтериториальный громад. Другого. Другого. А у нас на Масиве есть. Вы знаете, что у нас на Масиве нема депутата? Не знаю. Так мы вам заявляем. Потому что у нас люди свідомые. И у нас люди чекают власных представников. Нигде нема, потому что у нас нигде нема, згідно закону Украины, закреплених депутатів. Почему? Потому что было… Вы собираетесь по такому-то округу все. Ну як це? Как это не было? Как это не было? Ну як це? Подожди. Подожди. То есть был, ну если мы уже пришли в этот момент общаться, то есть в прошлом году выбирались депутаты по, грубо говоря, по пропорциональной системе. Но они, значит, они проходили по рейтингу самих партий. То есть проходили там, вот кто набрал в партии, там больше всего голосовый ход и проходил там. А мажоритарщиков не было. А я говорю про местные выборы. Я говорю про местные, я не говорю про парламентские выборы. Парламентские, да, мажоритарщики. Там есть мажоритарщики. Ладно, хорошо, понятно. Так. Давайте закрываться. Предлагаем вас. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. Нет, вот.